Аэ Криманит За 30 лет Sega выпустил огромное множество оригинальных игр франшизы Соника, ещё больше делали фанаты, но сейчас не об этом. Я задам вопрос. Тебе когда-нибудь было интересно узнать, какие из тайтлов каноничны по истории вселенной Sonic the Hedgehog, а какие нет? Если твой ответ на этот вопрос «нет» не было, то не беспокойся, это один из признаков того, что с твоей головой всё в порядке. Но сегодня я хочу разобраться среди огромного списка хороших и не очень игр. Заодно и посоветую, какие стоят поиграть, а какие обходить стороной. Сразу предупреждаю насчёт рейтингов, это моё субъективное мнение, я могу ошибаться и вообще дебил. Полбить линии. Что ж, начнём хронологическая последовательность. Sonic the Hedgehog, 1991 год, Megadrive. Самая первая игра, «Фундамент остальных», обычный 2D-платформер с необычными скоростями. Очевидно, это каноничная игра, а вот насчёт следует ли играть в это, я скажу, на ваше усмотрение. Игра неплоха, не нереально хороша. Добавок наполнена левел-дизайном под знаком вопроса и багов, которые портят опыт. Упал на шипы и надеешься на Invisibility Frames? Ага, фиг тебе. Вместо того, чтобы играть, лучше посмотреть какой-нибудь обзор. Особо много вы не упустите. Sonic the Hedgehog, 1991 год, Master System и Game Gear. Является демейком первой игры. Это как ремейк, только обратно. В нашем случае перенос 16-битной системы на 8-битные. Следовательно, не является каноном. И играть в это советую, если тебе очень скучно и все остальные игры по Сонику пройдены. Sonic Eraser, 1991 год, Megadrive. Это пазл-игра наподобие Тетриса с наличием целых двух Соников. Распространялась по интернет-подписке Sega Megadeth. Долгие годы о ней никто не знал за пределами Японии. И не спрашивайте меня, какая, блин, интернет-подписка может быть на консоль 90-х. Я не знаю, но они как-то выкрутились. Ну и конечно, игра с абстрактными фигурами разного цвета, которые пазли друг на друга, является каноном. Нет. Играть в это не стоит, если вы не любитель пазл-игр. Waku Waku Sonic Patrol Cup, 1991 год, Аркада. Игра для детей, выпущенная на аркадных автоматах только в Японии. Тут Соник, коп, а работник, преступник, получивший доступ к взрывчатым веществам. Увы, этот абсурд не является каноном, и играть стоит таким же упорошим, как я. Sonic the Hedgehog 2, 1992 год, Master System и Game Gear. Впервые вижу, что демейка выпускается первее оригиналу. Это продолжение первой восьмивитной части «Похождение синего ежа». Здесь Тейлза похищает работник и требует выкуп в шесть изумрудов хаоса. Если для тебя это звучит как какой-то плохой фанфик, то ты ещё не видел плохую концовку. Соник наблюдает на ночном небе звёзды, формирующие силуэт Тейлза. Тейлз, сука, умер. Это был его дебют, и он уже умер. Сега, вы что там творите в своём 1992-м? Эх... Игра не канон, но по сути канонична для восьмивитных игр про Соника, а там их больше, чем два. Играйте, если только выйдете на стрейк «Ой, а я хочу восьмивитные поиграть». Sonic the Hedgehog 2, 1992 и The Drive. Вот он, настоящий сиквел оригинального платформера. В этой игре у Соника появился друг, Лиз Тейлз. Механик, гений, филантроп, бизнесмен и просто обладатель двух хвостов, которые позволяют ему летать. Играть стоит определённо, во второй части исправлено много косяков с уровнями и багами, и играть стало намного приятнее. Ну и да, это канон. Sega Sonic the Hedgehog, 1993 год, аркада. Нестандартный платформер с видом сверху. Можно играть за Соника, броненосца Майте и белку летяку Рея. Впрочем, сюжет тут не такой интересный, как геймплей. Играть стоит, если у вас получится это запустить на аркадном эмуляторе. А сама игра, я бы сказал, полуканонична. Мы точно не можем установить, в какой момент времени происходили события, но отсылки на Майте и Рея можно увидеть в следующих играх. Sonic the Hedgehog CD, 1993 год, Мега-Сиди. Вот он, настоящий сиквел оригинального платформера. Или всё-таки не настоящий? Пока в Америке делался Соник 2, в Японии нужно было выпустить игру на Мега-Сиди. Изначально японская Соник Тинь требовала сделать для неё порт первой части. Но там их занесло и получился Соник Сиди. Приятная игра с таким же упоротым левел-дизайном, как в первой части. Тут же впервые появились Метал Соник и Родис Рескал, которые дальше очень часто фигурируют в серии игр. Игра канонична, но её сложно поместить на таймлайн событий. Я предполагаю, что это произошло между первой и второй частью, или же после третьей. Sega Sonic Popcorn Shop, 1993 год, ваш тостер. Sega Sonic Popcorn Shop – это игра, встроенная в автомат по продаже попкорна. Тут главному герою не спасти мир без семи попкорин-хауса, и вы должны ему помочь закинуть денежку в автомат. 111 канонов из 10. Sonic Chaos, 1993 год, Master System Game Gear. Первый уникальный платформер на 8-битные системы. Тут Экман получил красный изумрод, и Саус Айленд, остров из первой части, уходит ко дну. А Сонику и Тейлзу нужно разобраться с этой проблемой. События не упоминаются в последующих игрок, так что это, господа, не канон. Играть не советую. Доктор-работник Сминбин Макин, 1993 год, Мегадрайв. Злобобовая машина работника – пазл игра с персонажами из американского мульта Adventure of Sonic the Hedgehog. По сути, это клон достаточно популярной пазл игры Пуя-Пуя. С уродливым Эггманом. Но за что они испортили этого красавца? Так как игра по мульту к основному канону не относится, а играть лучше в вышеупомянутую Пуя-Пуя. Соник Спинбол, 1993 год, Мегадрайв, Мастер Систем. Спинбол с ежом! Мать твою за Эмеральды! Мне каноны не играйте. Больше мне нечего сказать. Тега Соник Космо Файтер, 1993 год, аркада. Игра про путешествия Соника в космосе. Что вообще про такие аркады можно сказать? Такиньте туда побольше денег. Соник Зе Хэтчхук 3 Наклз, 1993-1994. Мегадрайв. Вот он, настоящий сиквел к сиквелу. Или не настоящий, я уже запутался. Тут немного сложная история, но я попробую описать её чётко. Соник Тим хотели сделать масштабную игру со второй части. И у них получалось хорошо, пока не пришли парни из седи и сказали, а слышь, а чё, а где? В итоге игру решили разделить на две части, чтобы вовремя закончить проект и не выпускать сырую игру. Соединив два картриджа, можно поиграть в полную версию, которого того стоит. Просто поиграйте в это. Соник Дрифт, 1994-й год, Game Year. Знаешь Марио Карт? Так вот эта восьмибитная версия с персонажами из СТХ. Хокки Уорлдс Креативити Студио, 1994-й год, Мегадрайв. Знаешь Марио Пейнт? Так вот эта версия на Мегадрайв с персонажами СТХ. Тейлз и Мьюзик Мейкер, 1994-й год, Сега Пико. В этой игре Тейлз, диджей Эфл Студио для самых маленьких. Соник Зе Хеджхоггс, Game World, 1994-й год, Сега Пико. Соник Зе Хеджхогг, Трипл Трэбл, 1994-й год, Game Gear. Интересный платформер для портативки. В игре впервые фигурирует Фэнк Зе Снайпер, или ласканих, кому как удобно. В дальнейших играх отсылок на события нет, разве что плакат в Соник Мани у Фэнга тоже есть. Соник Дрифт 2, 1994-й год, Game Gear. Мдаааа, мне правда нечего об этом сказать. Никаких глобальных изменений от первой части. Наклз Киотикс, 1995-й год, Медрайв 32X. Проба, спин-офф с Наклзом в главной роли. Киотикс заметно отличается от обычных сониковских платформеров. Например, своей новой механикой BDSM наручников на двоих, с помощью которых можно сокращать расстояние, или наоборот, зависнуть на одном месте. Тут впервые фигурирует Вектор, Эспио, Чарми, а также вернулся Майти, который по геймплею схож с Соником. Ах да, вот эти никому не нужные куски металла тоже есть. В японском мануале написано, что события игры происходят сразу после Соник 3 и Наклз. Следовательно, игра канон, если вам только не взбредёт читать американскую европейскую версию событий, которая базируется на комиксах СТХ от Арчи. Желание играть в это отбивает ЛСД графика и левел дизайн. Но музыка у них превосходная. Тейлз Скай Патрол, 1995 год, Гейм Гир. Приятная игра, где ты управляешь Тейлзом. Это скорее приключенческая дичь, а не платформер. Тут нет никакого глубокого сюжета, это простая игра для расслабона. События Тейлз Скай Патрол дальше не упоминаются, так что сложно судить о каноничности. Но лично я скажу твердое нет, но поиграть стоит по твоему усмотрению. Тейлз Адвенчур, 1995 год, Гейм Гир. Нет, это не то, о чём мы подумали. 2D экшен игра с интересными механиками. В японском мануале говорится, что эта игра приквел к самой первой игре про Соника на Мега Драйв. Стоп чё, канон игра на 8 битке? Соник Лабиринт, 1995 год, Гейм Гир. Эт чё, изометрическая головоломка с ужасным управлением? Отличная, блин, комбинация. Соник Зе Файтерс, 1996 год, Аркада. Как следует из названия, это файтинг, причём в стиле Текена. Остаточно приятный на мой счёт. Нормально управляемый, не то что это. И тут бросили кучу персонажей, ну а как же без них в файтинге? Ёж, Лис, Ехидна, Ежиха, Хамелеон, Японский Тушканчик, Полярный Мать Его Медведь и Динамит. А, не, он дятел. Также в ходе лежит медовая кошка, которую непонятно почему не поместили в мейнгейм. Сюжет можно описать в двух словах. Война за изумруды. Чёрт, я не умею считать. Но не только я. Любой фанат серии СТХ, погруженный в эту пучину достаточно глубоко, может сказать вам, что изумрудов хаоса, камни из бесконечной энергии, 7. «Мне пофиг, я панк», — сказала Sonic the Fighters и кинула 8 камешков. Надеюсь, что никто не заметит. И я заметил. И исходя из этого, судить о каноничности сложно. Бин, Барк и Фэнк выявляются в качестве пасхалки в Sonic Money. Но 8 изумрудов — это как с перебор. Короче, полеплю. И забьём на это. Sonic 3D Blast. 1996 год. Heavy Drive Saturn. Ещё один изометрический платформер, но не такой трагичный, как Лабиринт. Теперь Sonic гоняется за флики, мелкими разноцветными птичками, которых Эггман делает роботов. Управлять всё ещё сложно, но это терпимо. И если ты решишь в это поиграть, то советую версию на Saturn. Там графе неприятнее. Но игра не фигурирует дальше и не противоречит сюжету. Sonic Blast. 1996 год. Game Gear. Вот это как раз звуковой бласт и по ушам, и даже по зрению. Они использовали пререндер на модели. На 8-битной системе, Карл! Не мучай нас обоих, просто беги от этого подальше. Sonic School House. 1996 год. PC. Это большая ментальная травма для некоторого количества американских детей, кому не посчастливилось в 90-е иметь свой ПК. Игра настолько пугающая, что она послужила вдохновением для Baldi's Basics. И по сравнению с ней, Sonic School House это царь и бог, когда последняя игра муравей. Ну и конечно, игра с пугающим синим ежом в роли учителя является каноном. Ага. Sonic Art. 1997 год. Сатуро. Первая в серии трёхмерная игра. Тебя не существует. По совместительству последняя игра с классик Соником. Не считая дальнейшие появления. Помните Sonic Drift? Sonic Art унаследовала у неё фигуру управления. Зато графина музыка замечательная. События игры также не влияют ни на что. Я кидаю... Sonic the Hedgehog Pocket Adventure. 1999. Neo Geo Pocket Color. Представь себя 8-милитного Соника 2. Представь, что ему улучшили управление, но всё остальное смешали в хаос. Вот и наш результат с ТХ Pocket Adventure. Хоть играть приятно, но всё же остаётся вопрос. А зачем? Эта игра была создана, чтобы на этой консоли был хоть какой-то Соник. По сути, это порт первой и второй части на стрёмную портативку. И советую, не канон. Тут я хочу приостановить разбор, потому что я свернул язык. Следующий выпуск будет скоро. И не беспокойся насчёт того, что я скипнул Sonic Adventure в 98-м. Просто во втором выпуске ей живётся лучше. И если ты до сих пор не сбежал, советую оценить эти видео. Они крутые. Zoom World Delac. Субтитры сделал DimaTorzok